добрый день друзья с вами дэн электро змей и сегодня я буду собирать недорогой и при этом качественный и очень красивый щиточек для небольшой квартиры для этих целей нам понадобится профессиональный инструмент немножко подробнее про используем инструмент кусачки к вт наверное одни из моих самых любимых позволяют зачищать кабель любого диаметра до шестерки но и более толстые зачищал отрезать любой кабель и даже в некоторых случаях когда-то руку нет обжимки слегка обжать квт более мощные кусачки для толстых кабелей в щите их использую мало но ими удобно подрезать они очень четко режут даже тонкий кабель именно для отреза зачищалка у них тоже есть пользуюсь но она менее удобная почему-то вот здесь очень хорошая зачищалка вот здесь вот колесико такое там выпускной нож когда у тебя плоские кабели вот так вот сжимаешь но я не буду палец вырезать протягиваешь он отрезает потом она легко снимается я практически всегда используют электротехнический нож любой электрик не обходится без набора отверток мне как-то приглянулись уже давно декстровский таки желтый один из основных инструментов без которого не обойтись при сборке современной электросчета это обжимочка тоже квт очень удобно есть большего калибра они но для основных целей до шестерки кабеля отжимает отлично уровень швы разного калибра есть таких под толстенький кабель разных цветов мне больше всего нравится квт но в принципе я брал марки МПУ электромонтаж они тоже оказались вот видите хлебик неплохими ни один мой щит не обходится без клеммников тоже они у меня здесь есть разных калибров разных моделей марок даже вот под такой огромный кабель там чуть ли не 50 или 100 и вот сейчас в большом доме такие ставлю внутренняя часть электрощита разводится кабелем пуга в он бывает разного диаметра под разные токи разные условия задачи да друзья чуть не забыл самый главный вещь который просто необходимо для сборки электрощита это ваш положительный настрой для настроя я напеваю песенки слушаю любимую мелодии и они у меня работают фоном во время сборки счетов как например вот этот Yukon Lennarvall это ваша наша жизнь это ваша жизнь это ваша жизнь и вы это ваша жизнь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Честно говоря он такой как бы немножко хлипковатый В идеале конечно придется все это скрутить Здесь сделаны вот такие насечки для того чтобы сделать технологическое отверстие Но честно говоря толщина стенки большая Ножом это прорезается не очень хорошо Выламывается тоже это скорее всего отломается пол щита если вы начнете это выламывать Простой вариант это просверлить необходимые отверстия Для этих целей берется обычная дрель Сверлить необходимое количество отверстий Начинаем собирать электрощит Для этого мы заглядываем в нашу схему Есть три отдельные линии на дифах Варочная панель кухня Стиральная машина Холодильник Проводочки приходят сверху поклочить в схеме Поэтому собираем русскую схему щита Смотрим количество линий В одной кабель войдет сразу в автомат У нас заснул нашу щита Почему он недорогой Взятые автоматы УЗО и диф автоматы китайского производства фирмы Чинт Я считаю что это один из лучших китайских брендов Я рекомендую Чинт, Анделия В следующем видео про Анделия я постараюсь снять В Чинте в общем все очень круто То есть при том что это дешевый китайский бренд Все сделано очень круто И вот я его буду использовать сейчас в этом щите Раз уж разговор зашел про себестоимость Вот этот щиток На него закуплено у нас уже 3 дифа 2 УЗО 10 автоматов И это все обошлось чуть больше 6 В районе 7000 рублей Плюс щиток 1000 рублей То есть 8000 рублей Это себестоимость пока без сборки данного щита Добавится небольшая стоимость Максимум 1000 рублей Это проводочки всякие ншевые Клемнички получается меньше десятки Если все было бы куплено ABBL Le Grand Это было бы минимум 17, а то и 20 тысяч Это была себестоимость начинки щита А еще если взять сам бокс там какой-то дорогой Красивый за 4-5 тысяч Который пластик такой же Ну это более красиво, более удобно сделан На долговечность ничто, на надежность не влияет Только красота Это было бы сразу уже в два с лишним раза дороже Сборка такого щита у меня стоит 5000 рублей Итого этот щит получается чуть меньше пятнашки Щит на ABBL Le Grand Будет уже 23-25 тысяч Это получится вместе с начинкой Я уже немножко расположил автоматы В соответствии со схемой Логически тут все просто Квартирка маленькая Дифавтомат 32 для плиты Стиральная машина Розетки в ванной отдельно Под нее будет двойной контактик Холодильник тоже отдельная группа На него опять же отдельный клемничек Четыре линии Они пойдут у нас на вот эту узложку Еще тут пойдет четыре линии Для удобства соединения нулей Мы делаем вот так То есть здесь идет четыре фазы И четыре нулевых Для того, чтобы объединить нули Они все равно у нас приходят на один автомат Отсюда можно конкретно на диф Уже вот единый нулевой кабель Они будут объединены вот такой клеммочкой Вот у нас занята вся верхняя динрейка Тузожками и автоматами вторая рейка То есть вот третья динрейка у нас получилась не полная 24 позиции Хватило бы и маленького Но тогда бы мы не смогли использовать Клемники Это было бы мне неудобно Вот поскольку я работаю с клеммниками Более удобная схема сборки Скажем так, более функционально Если что-то надо будет изменить Это можно легко, оперативно Не отрезая, не надращивая Уборами провода делать Дальше обычная рутина Отрезаются, обжимаются кусачками Обжимаются вот эти обжимочки швы Получается такой проводочек красивый И он соединяется у нас в клеммнике Соединяем Субтитры делал DimaTorzok Друзья, благодаря такой вот крутой технике Как чинг Который можно объединить Вильчатые контактики Шинки И в то же время Без ущерба Контактам Подключить в отверстие Контактные Другие кабели Да, если кто не понимает Это шинка на две линии То есть одна линия Один, а вторая Бывают такие же на три Разветляет три фаза А здесь разветляет ноль и фаза То есть у нас зажимает нормальный тот контакт И этот И здесь все не объединяется А вот сюда К этому Дифу подойдет питание со входа Вот благодаря этому Не нужно делать разветвление нолей То есть здесь получается У нас три мощных контакта Через которые можно и соседний УЗО подключить И вот этот УЗО подключенный Больше нам никуда не нужно Щит практически собран Осталось найти речку Где-то у меня есть в сокромах Шинку объединить Вот эти автоматики Выглядит еще чуть-чуть недособранный Совсем чуть-чуть осталось пару Один Диф, одно УЗО И несколько контактов Поменять клемм Последние штрихи Наведение цимуса и фэншуя Значит тут пока одного контактика нет Но вот уже предварительно Единичка для него приготовлена Значит ставят циферки На фазные контакты И будет приложена бумага К данному щиту Где будет расписано Какой контакт К чему идет Кусочек фэншуя Значит надеваем мордашку На щит переднюю панель Значит здесь будет панелька Здесь просто есть наличие серенькая И она чуть короче В общем завтра буду забирать УЗО и Диф автомат Докуплю беленькую Здесь будет беленькая панелька То есть будет группа Где у нас клеммники Их будет не видно Заглушено Здесь будет Диф автомат и УЗО Здесь ничего не будет Здесь не выламывал Только с одной стороны Чтобы поместились эти автоматы И тут будут надписи Посредством вот этого принтера Этикеток Такие вот надписи Духовой шкаф Посудомойка Розетки фартук Розетки ТВ Вытяжка вентиляции Свет 2 Ну вот теперь все Можно закрывать крышечку Завтра чуть-чуть добавлю И щит готов Редактор субтитров А.Семкин